Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 июня. Святой мученик, благоверный царь грузинский Луарсап II родился в 1587 году. Он был сыном Георгия X, 1663 года, отравленного персидским шахом Аббасом I, 1584-1628 года. После смерти отца Луарсап остался с двумя сестрами, Харешан и Еленой. Он был еще отроком, но отвечался разумом и благочестием. И, несмотря на юный возраст, был венчан на царство Картолинское с именем Луарсапа II. В 1609 году Грузия подверглась нашествии турецкого войска под предводительством Деле Мамад Хана. Молодой царь дал решительный бой туркам поселением Квенадкоси между Гори и Сурами. Накануне сражения 14-тысячное грузинское ополчение провело всю ночь в неусыпных молитвах, а поутру после божественной литургии и принятия всеми святых тайн в героическом сражении грузинские воины обратились в бег в 160-тысячную армию противника. Персидский шах Аббас I, встревоженный этой победой Грузии и с недаемой завистью к Луарсапу II, всячески искал случая погубить его. Святой Луарсап II вынужден был, спасая Картли, центральная Грузия, от разорения выдать замуж на магометанина шаха Аббаса I, свою сестру Елену, по его требованию. Но и это не остановило шаха. Через некоторое время он вторгся в Грузию с огромным войском. Из-за измены нескольких феодалов благоверный царь Луарсап II и Кахетинский царь Теймурас I вынуждены были в конце 1615 года удалиться в Емиретию, западная Грузия, к царю Эмиретинскому Георгию III, 1605-1639 годы. Шах Аббас I разорил Кахетию и, угрожая разорением Картли, требовал Луарсапа II к себе, обещая в случае его прибытия заключить мир. Благоверный царь Луарсап II, пытаясь сохранить храмы Картли от опустошения, отправился к шаху Аббасу со словами «Возложу всю надежду свою на Христа, и какая бы участь ни ожидала меня там, жизнь или смерть, да будет благословен Господь Бог». Шах Аббас I принял святого Луарсапа II миролюбиво и, казалось, готов был выполнить свои обещания. После совместной охоты шах Аббас пригласил его в Мазандарян, но за обедом Луарсап II отказался есть рыбу, поскольку шел Великий пост, несмотря на уговоры и требования шаха. Разгневанный шах стал настаивать на том, чтобы грузинский царь принял магометанство, за что обещал с великими сокровищами отпустить в Картли, в противном случае угрожал мучительной смертью. Благочестивый царь Луарсап II из детских лет, соблюдавший строгие посты и постоянно творивший молитвы, без колебаний отверг домосугательство шаха. Тогда его связали и заключили в неприступную крепость Гулаб-Кала, ближайше раза. Епископ Моровельский Николай повествует, что благоверный царь Луарсап семь лет находился в темнице, в оковах, перенося ужасные притеснения и частое избиение, принуждаемые принять магометанство. Но святой исповедник остался верен Святой Церкви Христовой и принял мученическую смерть в 1622 году на 35-м году своей жизни. Вместе с ним были замучены два его верных служителя. Тела святых мучеников бросили ночью в темнице без погребения. Но на другой день христиане предали их земле в общей могиле. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.